Всем привет, друзья. Меня зовут Евгений Романенко. Сегодня мы находимся в Минске в офисе замечательных белорусских ребят под названием «Криптоферма». Рядом со мной Максим Лычковский, сооснователь и руководитель этого замечательного проекта. Максим, приветствую тебя. Спасибо, что пригласил в офис. Вчера мы были на конференции «Блокчейн and Bitcoin Conference» в Беларуси, где ребята выставлялись. И сегодня мы запишем это видео. Максим, расскажи, пожалуйста, что именно делает «Криптоферма», как она помогает создавать майнинг в Беларуси? Что вы делаете? В первую очередь хочу сказать о том, что мы делаем поставки, обслуживание, запуск, настройку, прошивку, разгон, ремонт. Все, что касается майнингового оборудования. То есть полный спектр услуг под ключ. Правильно я понимаю, что если я в Беларуси нахожусь, и мне посетила в голову волну прекрасное утро идея, а не заняться мне майнингом, я могу прийти к вам, и вы мне расскажете с нуля, какие шаги мне нужно делать, чтобы в своем гараже, у себя на кухне, на дачном участке, построить маленькую майнинг-ферму и начать майнить «Криптоферму». Так ли это? Абсолютно. Вы приезжаете к нам, мы с вами обсуждаем бюджет, мы обсуждаем, где это будет происходить, мы обсуждаем, что вы хотите с этого получить. И специально под ваши условия мы подготавливаем вам прекраснейшее коммерческое предложение, в котором будет все расписано. Если необходимо, мы можем подготовить для вас помещение под ключ, вентиляцию, сделать электрику, рассказать, как правильно оборудование пользоваться, разгоним и сделаем так, чтобы оно было прибыльным и конкретно приносило доход людям. Можно ли вас назвать эдакими генеральными подрядчиками по майнингу? То есть от нуля я заказчик, я хочу майнить, я обращаюсь к генподрядчикам, и вы делаете все железо, которое необходимо, весь необходимый консалтинг, поставляете оборудование и делаете так, чтобы под ключ эта штука начала работать и на выходе у меня появился криптам. Да, дополню. Если вы такой человек, который желает вложить в это деньги и абсолютно не хочется в этом разбираться, мы можем сделать все за чем я. Поставить оборудование, помещение подготовить, сделать так, чтобы деньги надо будет, обменивать будем, на биржах показывать, как это делать, обслуживать будем, будут наши специалисты приезжать, следить будем, мониторить на наших серверах, что там происходит. И когда подходит процесс замены оборудования, мы старое оборудование забираем, продаем и меняем на новое. То есть полностью цикл, он не прекращается, постоянно будет пробиваться и добывать все больше денег. Окей. Давай для тех, кто не понимает, что такое майнинг на уровне железа и физики, давай поясним, что такое майнинг, майнинг ферма работы еще. Это как минимум территории, это как минимум какие-то железные шкафы, это какая-то охрана, какая-то обвязка, электроэнергия, какое-то охлаждение. Это, собственно, сами асики, которые вы привозите из Китая. Что это в физике? Если я строю дом, я понимаю, что у меня есть территория, фундамент, стены, крыша, оборудование, отопление. Если я строю майнинг ферму, какие вещи мне нужно в голове держать? В первую очередь розетка. То есть нужно искать самую дешевую розетку, которую можно найти. То есть нужна дешевая электроэнергия. Это первое, с чего начинается реализирование майнинг территории. Да, да, да. То есть ты выбираешь, где она есть. То есть там может идти в деревне, там, может идти в провинциальном городке, ну, где она есть. Это первое. Второе, это необходимо решить. Если есть помещение, назовем так, бесплатное, за которое нужно платить аренду. Это может быть гараж или кухня. Да, да, да. С никакого объема мы хотим построить помещение. Или лучше взять участок в гектар или в 2, или квадратный километр. Ну, тогда инвестиции нужны миллионы. Понятно, понятно. То есть какая-то территория. Так? Да. То есть территория и выбираем. Если есть готовое помещение, которое пустующее и которое реально под это подходит. Какое минимальное по площади помещения нужно? Я бы сказал так, что начнем от 20. От 20 квадратов? Да. Это для того, чтобы хотя бы была вентиляция, чтобы там поставить установочки. Потому что каждая установка выделяет тепло. А это первый этаж или может быть высоко? Не важно. Хоть в подвале. Хоть в подвале, а можно в пентхаузе, например. Да. Но есть такой важный момент о том, что если мы устанавливаем это, где-нибудь, в подвале, можно сделать систему рекуперации тепла и отапливать в езбу. Понятно. Но еще есть побочный эффект в виде тепла, который можно, выражаясь техническим языком, рекуперировать, можно его утилизировать, использовать для обогрева чего-то. Чтобы просто не выбрасывать тепло. Мы можем это сделать. Отлично. Отлично. Хорошо. С помещением разобрались, с площадью разобрались. Оборудование, шкафы, вентиляция. Вентиляция. Потому что охлаждение – это очень важный аспект. Чем холоднее будет помещение, тем больше можно разогнать любое оборудование. То есть и тогда оно будет дольше служить. В подвале обычно тепло, а на 20-м этаже обычно холодно. Как здесь выбирать? А я скажу так, что мы выбираем электроэнергив, выбираем, сколько стоит помещение. Значит, площадь – электроэнергия, вентиляция. То есть не с железа мы начинаем, мы начинаем с места электроэнергии и охлаждения. Если эти все опции соблюдены, дальше можно уже начинять это все железной начинкой. Подбирать. Подбирать. Надо будет решить, какая сумма инвестиций. Вот реально, допустим, я подходил с такой стороны. У меня есть помещение. Я понимаю, что в нем есть 40 квадратов. Я понимаю, что на 40 квадратов у меня врезают две стойки по 50 машин. То есть я… 50 асиков. То есть две стойки – это 100 асиков. Да. Мы ставим две стойки, я понимаю, что у меня власть 100 асиков. И я уже от этого отталкиваюсь. Я понимаю, начинаю считать количество, что они могут добыть. Я понимаю, что мне нужно в это вложить. И как сделать так, чтобы оно купилось правильно. Потому что есть моменты, тут тоже нужно не забывать, надо пройти курс молодого бойца в трейдинге, чтобы понимать, когда нужно не сливать, а продать. Сейчас мы еще дойдем до использования нормальной мечты. Сейчас пока на уровне жилета. Стойки, асики, понятно. Все, мы выбрали это. После этого мы выбираем какое оборудование. То есть мы подбираем оборудование, обговариваем сроки, условия поставки. А из чего мы выбираем? Есть асики? Только асики. Все, ГПУ пока что на теперешний момент не добывает почти ничего. То есть сейчас нет смысла. К примеру, я назову новиночку, одна вышла, асик, налили на алгоритме, один асик заменяет 100 видеокарт 1080p. Так что какой смысл тогда покупать видеокарты, которые стоят даже 7 тысяч? Не обсуждаем. Значит, везем асики. Везем их из Китая. Вот сколько времени проходит от момента «да, я хочу», от проплаты до физической постановки в асики и в эти железные шкафы, которые есть на нашем Альбуре? В месяцах? В месяцах? В днях. Поставка с Китая едет примерно в 2 недели. То есть за 2 недели мы приводим это сюда, и установка, если уже подготовлены помещения, то с такой количеством. У нас, в принципе, мы можем запускать в день порядка 100 шкафов. Давайте берем 100 асиков. Нам нужно 2 шкафа по 50. 2 шкафа по 50. Если просто их запустить, мы это сделаем. Если же необходимо, мы еще же ставим автоматику. От желания до появления? То есть получается, от желания до появления, ну давайте так, что с помещением, с венцилиацией, с электрикой протянуть полтора месяца в день. Срок 50 дней можно от возникновения решения. Я хочу майнить до готовой фирмы под ключ при наличии помещения электронной энергии. Весь вяр, зачем мы обсудили, работающий майнинг фирмы, через 60 дней крипта начнет капать на кошелек майнера. Отлично, понятно, 60 дней. Дальше возникает следующий вопрос. Что мы майним и что делать с этим намайнером? Какую крипту мы майним и что дальше? Давай с какой крипты? С биткоина начинаем. Биткоин. Прекрасная валюта. Обязательно нужно в своем портфеле ее держать. Обязательно, если мы говорим про сумму не в один асик, ну в плане купить, а конкретно там 200 штук, то обязательно надо, как учит любой преподаватель по трейдингу, не ложи яйца в одну корзину. Диверсификация. То есть майнить нужно, наверное, примерно 10 криптовалют каких-то. Ну, ребят, вот какие нужно майнить? Какие можно майнить? Во-первых, мы все же можно майнить, мы все же майниться. Какие майниться и какие нужно майнить? Называем первым биткоин. Идет. Интересно. Zcash. Алгоритм, то есть там можно Zclassic там и все остальные. Это алгоритм, который сейчас асики выпустили, уже как почти полгода прошло, Z9 вышли. Вот. И начали уже выпускать. Соответственно, на видеокартах стало интересно. Классно. Следующий декрет. Сейчас есть очень интересное предложение, которое ежедневно приносит больше 10 долларов прибыли за реально умеренную стоимость. Декрет, тем более хорошая валюта, может давно держаться на рынке. Прекрасный вариант. Эфир, не будем забывать. Даже уже асики пошли на эфир, которые и потребляют меньше. Почему нет? Берем этот момент. А сейчас на рире пошли, там, ну, валюты. Пожалуйста. Это самые теперь, которые асики, что могут добывать. Самые такие перспективные. Потому что изучая вообще рынок нового оборудования, то на рире ничего нет. Ну, то есть то, что можно добывать. Потому что остальные, как бы, лайтпоинт я не вижу сейчас в одной модели, которая может добываться нормально, допустим, как биткоинт или там ZDash, чтобы оно выгодно будет. Там Dash, ну, тоже, как бы, нет таких, считается, как мы. Поэтому, ну, вот эти. Понятно. Итак, мы наваянили примерно 6-7 критинговалют. Возникает вопрос, что делать дальше, как их конвертировать в фиат? Нужно ли бы идти на биржу, либо где-то продавать? Здесь какой-то сервис, вы помогаете людям понять, что делать? Мы можем помочь. Мы знаем людей, у которых есть своя валюта, то есть которые заинтересованы в этом физлице. У нас в стране это регализовано, разрешено. Мы можем помочь с этим. Но по-правильному, как любой манер скажет, мы валюту не сдаем. Мы ее накапливаем. Потому что мы сейчас понимаем о том, что рынок находится на просадке. Соответственно, ждем того момента, как оно поменится для того, чтобы отбить свои расходы на этом заработке. Потому что каждый должен принимать, что до конца валюты придал до срочной инвестиции. И самый важный момент, когда ты покупаешь оборудование, ты должен принимать, как ты его кушать сужин. Потому что хочется, чтобы ты купил машинку, чтобы она проработала не полгода, а года два или три. Потому что чем она больше работает, тем больше денег добавим. А мы в этом помогаем. То есть мы с помощью нашего сервис-центра всегда поддерживаем в работающем состоянии любое оборудование. Отлично, разобрались. Возникает вопрос экономической эффективности манинга. Затратная часть понятна. Это инвестиции в помещение на оборудование, это текущие условно переменные затраты на электроэнергию, на вентиляцию, может быть, на арену помещения. А доходная часть – это, собственно, стоимость той самой крипты, которая колеблется, разумеется. Поэтому, поскольку она колеблется, ее, конечно, нужно продавать и окупать. Затраты можно ее накапливать в ожидании дальнейшего роста. Правильно я понимаю? Далее. Откуда финансировать затраты и расходную часть? Нужно ли иметь какой-то вагон кэша или безнава, фиатного, чтобы все это проинвестировать, все это оплачивать, а в доходной части мы имеем такую виртуальную стоимость и постоянно сравниваем. Так, здесь мы кинули условно, миллион долларов у нас ушел, здесь у нас 2 миллиона долларов накоплено виртуально. И вот мы постоянно вот сравниваем эти вещи. Такая логика маленькая, да? Да. Мы должны понимать о том, что вложенные средства, которые капитально ты вкладываешь в помещение и так далее, оно же будет работать не один год. То есть то помещение, вентиляция, это ты рассчитывай на 5 лет сразу, раскидывай эти деньги, не считая с самого начала. А оборудование, просто нужно грамотно подходить для того, чтобы вовремя его менять, чтобы оно постоянно давало доход. Но опять же понимаешь, что чем больше у тебя мощностей, тем ты больше можешь играть на них. Ты можешь переключиться одной валютой на другую, ты можешь перекинуть просто свои мощности вообще в другую обработку данных каких-то. То есть чем больше машин, это даже если взять, как раньше было на фермах, берем 100 ферм 1080 Ti, начинаем добывать валюты, которые только вышли на рынок, почти все выкачиваем, они выскакивают в цене 10 раз, это ферма за полтора месяца. Ну то есть есть многие ходовочки. Наверное, что мы находимся в Республике Беларусь, где в декабре 2017 года был принят декрет номер 8 о развитии цифровой экономики. И вчера на конференции блокчейн и биткоин конфиденции Беларусь от наших дожьих партнеров с моего экспорта, где ребята с криптофермы выставлялись, было четко и понятно сказано юристом Дмитрием Матвеевым, одним из ключевых инсайдеров и партнеров, Денис Ролейниковым, это крестные отцы, декрет номер 8, было четко сказано, что в Беларуси, и даже вчера взялся такой термин, крипто-декриминалайзм, то есть в Беларуси физических лиц за любую операцию с токенами, за обмен, продажу, никакой уголовной ответственности нет. В принципе, это разрешено. Вот такая вот интересная инновация. То есть в Беларуси физические лица, люди могут свободно майнить, покупать, продавать, обменивать любые токены, ну а токены это и есть криптовалюта, биткоин и все те вещи, которые Денис назвал. В этой связи я хочу тебя спросить, как ты оцениваешь преимущества Беларуси для майнинга? Отличается ли эта страна с точки зрения возможностей майнинга от того же Китая, Грузии, Украины, где везде есть электроэнергия, помещения? Есть какие-то специфические отличия в Беларуси для майнинга? Есть ли какие-то перспективы к Беларуси с точки зрения майнинга? Или это обычная страна, как и везде? Есть. Ну, первое, хочу сказать, особенность Беларуси это дорогое электричество. Дорогое электричество, понятно. Да, поэтому... Это пока не построили белорусскую АЭС, которую мы запустим. Я хотел бы говорить об этом попозже. Поэтому, если говорить уже про оборудование, нужно понимать о том, что чем оборудование меньше расходует электроэнергии, тем в нашей стране это намного выгоднее получается. Поэтому обращаем на это внимание. Потом, основные особенности другие, о том, что все-таки, я думаю, что наша страна будет первой, которая введет токены безнам. То есть мы сможем по безналичному расчету этим рассчитываться. Ну, сейчас дорабатывают, как вчера рассказывали конференции, идут доработки, и в ближайшем будущем, надеюсь, что в новом году это запустят. Ну, уже как бы, даже наша бухгалтерия уже изучала, получала инструкцию, как управлять токенами. То есть это уже процесс пошел. Вот. Это ключевая особенность, которая есть. А в-третьих, о том, что у нас освободили налогоблажение, даже если компания, которая вступает в ПВТ, она спокойно может добывать криптовалют и не подсоединить никаких налогов за это. Почему бы и нет? Ну, и еще ключевая особенность, в том, что, как бы даже в СССР было, в Беларуси это были мазки сборщинцы. У нас продаются, у нас одни из высших хубок планеты здесь собираются. Пройдется километра, они не видятся. Сделаю ремарку к твоему репуту. Беларусь это первая страна в мире, где в развитии декрета номер 8 будут приняты поставления Министерства финансов, не помню его номер, можно загуглить, в соответствии с которым бухгалтерский учет токенов, то есть, да-да, бухгалтеры, постановка токенов на баланс, она отрегулирована, она разрешена, и в теории, пока не в практике, можно учитывать токены на балансе. Другой такой страны, а я отлично разбираюсь в бухгалтерском учете, я люблю эти вещи, другой такой страны не существует. То есть, в Беларуси юрлицо официально может учитывать токены на балансе в разделе, ну, наверное, нематериальных активов, возможно, так, что-то на уровне, может быть, бренда или каких-то там иных вещей, бухгалтера меня поймут. Вот такая вот крипта Беларуси и криптамания. Скажи, пожалуйста, Максим, какие у вас планы по развитию, как вы собираетесь дальше, куда идти, нуждаетесь ли вы в экспансии, нуждаетесь ли вы в партнерах, и что вообще вам нужно? Может быть, там нужны люди, партнеры, кадры, все что угодно. Дальнейшая точка. Сейчас мы закончили разработку своего контейнера мобильного, автоматизированного полностью, в котором есть и система безопасности, и система автоматики, система учета энергии, и там тепла. Соответственно, можно сидеть за компьютером, смотреть, включать, выключать любой IASIC, или там, к примеру, видеокарты, анализировать, что там происходит. То есть полностью автоматизирован, привезли на любое место, где есть электричество, ставили в розетку, и все, ну и включили в интернет, и все начинает работать. Это одна из разработок. И сейчас вот мы открываем школу по трейдингу и по добыче криптовалют. То есть будем людей обещать, как реально на этом зарабатывать деньги. То есть это следующий этап. В дальнейшем все, будем находиться на европейские страны, потому что там, как показывает практика, у людей нет возможности даже не понимать, как строить эти отели, как этим заниматься. То есть будем помогать. Ну и, соответственно, одним немаловажным пунктом, это о том, что мы будем предоставлять им возможности делать в Беларусь. То есть привозить инвесторов в Беларусь, организовывать помещения, оборудование, помогать им, чтобы они могли получить документы, то есть им передавать свой опыт. То есть по плану вообще развития. Сейчас вот мы уже открыли офис в Москве, в ближайшем будущем Киев сделаем и будем дальше развивать. То есть сотрудничать. Одной из частей маркетинговой стратегии майнеров является участие в конференциях. Когда вы были на Blockchain and Bitcoin Confidence в Беларусь в Минске 10 октября в отеле W3 Hilton вы восстанавливали стенд. В каких дальнейших конференциях до конца года вы планируете принять участие? Скажу сразу, сделаю подводочку, поскольку я ведущий криптоконференции во всех крупных городах бывшего Советского Союза. Примерный расстав конференции в Петербурге 7-8 ноября будет Blockchain Life от наших друзей и партнеров Сергея Хитрова. В Петербурге передаем вам привет. В Москве 20 ноября SmileExpo конференция. Дальше CryptoRiff. Ребята из CryptoEvent Коля Волошанков тоже передаем привет. Будут делать VDNH с 21 по 23 ноября я тоже все это буду вести. В этих конференциях, из этих и других какие планы? В Петербурге я услышал. Будем Москва SmileExpo Будем еще 21-23 числа 2 конференции еще CryptoNeed или как это называется? CryptoNeed Да-да-да Тоже есть конференция. И вот мы стоим сейчас перед задачей как нам поучаствовать в 3 конференциях одновременно но будем пробовать. Ну что вы сделаем призыв если вы чувствуете что вы хотите стать майнером если вы находитесь в Беларуси или думаете о том как в Беларуси запустить майнинг с нуля то CryptoFerma это те генеральные подрядчики которые окажут вам весь необходимый информационный консалтинг поставки железа то есть все на уровне железа и дальше с точки зрения знаний что делать с нормальной криптой они могут в этом помочь с ними можно увидеться здесь в Минске CryptoFerma можно найти в интернете CryptoFerma.bill можно увидеть их на конференции в Петербурге 7-8 ноября в Москве 20-21-23 ноября и дальше все необходимые данные для того чтобы с ними связаться у вас есть если вы чувствуете что вам это интересно то вы сами все слышали Максим Максим Лучковский сооснователь города Минска вам тоже что рассказал что и как они делают с вами были Евгений Романенко и Максим Лучковский Минск CryptoFerma CryptoBelarus Беларусь это территория майнинга а это те ребята которые эту территорию наполняют качественным и необходимым содержанием смотрите канал iTuber и для всех кто считает что биткоин и блокчейн это важные изобретения важные инновации для человечества я призываю приглашаю вас посетить юбилей биткоина который будет праздноваться в Грузии в солнечном в Белисии его организует ассоциация цифровой экономики Грузии почетным членом который я являюсь 30-31 октября сайт bitcoinbirdday.info ссылочка будет в описании к этому видео приходите приезжайте лучшего повода для того чтобы посетить Грузию которая в том числе является майнинговой страной там огромное количество майнингов там дешевле энергетика майнинг Грузия это синонимы это ассоциация Максим Лочковский Евгений Романенко канала Ютубер Минск увидимся так похоже уже его записали